Всем привет! Сегодня мы с вами построим вот такие гусеницы, которые могут быть основой для танков, в виде ходов, тракторов. Я сделал их длинными, но если у вас постройка короткая, то можете сделать их одинадными. Также в этом туториале я покажу новый способ копирования построек. А сейчас для примера мы сделаем декор и покатаемся по миру билта бот. Я вам покажу как он поворачивает и управляется. Можно отключить одну сторону гусениц и он будет поворачивать. Можно регулировать скорость движения, но не ставьте слишком быструю, а то гусеницы могут поломаться. Продолжение следует... А теперь время туториала. Ставим три керамических забора, крутим еще один и ставим. И теперь строим букву Н. И ставим еще четыре забора по краям. Теперь к этим четвером заборам нужно поставить по одному колесу. Теперь мы берем любой забор, ставим три штучки и сбоку ставим еще две. И удаляем остальные пять. Так же нужно сделать со всех сторон. Я буду строить из керамического забора. Теперь на этот забор, который мы поставили, ставим шарнир. К этому шарниру нужно поставить еще один забор. На этот забор ставим еще один шарнир. И здесь нужно поставить еще один забор. Но здесь уже немножко по-другому. К нему ставим еще один шарнир. Еще один забор. И по такой механике мы строим полный круг Теперь сохраняем Под буквой Н нам нужно поставить два забора Раз, два Теперь берем шарнир Ставим его, чтобы он смотрел в другую сторону И к нему ставим пружинку Теперь ставим любой блок Я буду использовать керамический блок Ставим масштаб на 0.5 И на максимум масштабируем Рядом с забором ставим шарнир И теперь рядом с этим керамическим локом ставим пружинку Удаляем шарнир и ставим его заново И сохраняем Теперь весь этот механизм нужно построить с другой стороны Снова ставим пружинку Ставим керамический блок Масштаб на 0.5 Ставим шарнин к забору И пружинку Если по какой-то причине гусеница у вас не работает И вы не можете найти ошибку То просто ее перестройте И сохраняем Также нужно удалить два забора Спереди и сзади Поставить здесь поршень Еще один И к нему поставить уже забор Раз, два И теперь от колеса нужно поставить еще один забор Мы защищаем букву N И еще там ставим по поршню Теперь длина поршня ставим на 3 И сохраняем Теперь проведем тест Ставим стульчик Садимся на него Отключаем у всего анчо У меня все работает Сейчас удалю забор И проверим его на земле Тоже все работает Теперь ставим стульчик по центру Отвязываем от него колеса И будем делать настройку Левые колеса мы привязываем Клавиши Кью А потом клавиши Т И здесь Тоже нужно привязать С другой стороны Но на Е И на Т Т это у нас будет Задний ход А Кью Е это управление Садимся И мы можем поворачивать Если зажмем одну кайту То мы будем поворачивать Если зажмем две кайту То мы будем ехать вперед Также поршни нужно Заново привязать Клавиши Икс И Z И теперь при нажатии Клавиши И Z У нас растягиваются Гусеницы И выглядит все это Более красиво Также весь этот механизм С пружинами Можно поставить Прозрачность на 100% Теперь я вам покажу Как сделать их Длинными Двойными Сначала берем Любой блок Которого у вас много И строим куб Это нужно Чтоб гусеницы Не развалить Теперь ставим Стульчик Рядом с ним Ставим блок И масштабируем Его через весь куб И оставляем Небольшое расстояние Здесь ставим Еще один стульчик И удаляем Эту полотку И сохраняем Теперь садимся На этот стульчик Берем шарнир Ставим себе Две штучки Теперь берем торт И ставим его Внутрь себя Чтобы привязать Все это И теперь Когда мы нажимаем Кважешь Прыжок Мы Переносимся Довольно быстро Кстати Тортики Вы можете получить Введя промокод Подсказка на экране На видео с промокодами Доходим до водопада И нажимаем Кнопку загрузить Если вы на компьютере Можете Включить шифлок И легко Раскрутиться И лететь В обратную сторону Или просто сделать вид От первого лица И повернуть камеру Теперь удаляем шарнир И садимся на этот стульчик Но только мы его неправильно повернули Ставим рядом с этим стульчиком Еще один стульчик Выкрутим его на 180 градусов Теперь удаляем предыдущий И нужно его поставить заново Но с поворотом 180 градусов Ставим его ровно Шаг перемещения Ставим на 0.5 Чтобы было более ровненьким И садимся Если возникли проблемы Как сесть То тогда можно поставить порталы Теперь включаем всего это анчор Удаляем стульчик И тортик И сохраняем Теперь у нас две гусеницы Можем удалить сейко И проверить правильность Расположение Готово Все правильно Теперь можем их соединить С помощью забора Но сначала удалим стульчики Как видите Они довольно длинные Между ними расстояние большое Поэтому снова закрываем их куб Сначала удаляем забор и стульчик И здесь ставим поршень Чтобы он толкал этот куб И эти гусицы тоже нужно закрыть Любым другим блоком Хватит даже 800 блоков Готово Теперь сохраняем Теперь нам нужно выделить все Кроме кубика Из железа И поршня Поршень у нас должен выдвинуться Здесь поставлю прозрачность Побольше чтобы видеть Они у нас еще раз двинутся Поэтому поставлю наверное вот так Думаю на еще одно деление смещу Готово Такое расстояние нормальное Ставим фиксацию И удаляем Пошки и блоки Готово Теперь мы их соединяем Но только по другому Не забором А железом Потому что тогда у нас Не выдвигаются пошки Задние Делаем чуть поуже Не рекомендую строить через железо Потому что оно тяжелое Теперь настраиваем Те же клавиши Как в прошлый раз Х З для поршней И Выделяем сразу 4 колеса И у них ставим Клавишу одну Теперь нажимаем на Z И у меня все ровно Выдвинулось Все ровно стоит И мы можем ехать Также скорость колеса Нужно поставить поменьше Чтобы мы ехали Более медленно Чтобы гусеницы У нас не ломались А также Кручающийся момент Лучше поставить на максимальный Тогда у нас будет Крутиться более эффективно Надеюсь у вас все получилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки С вами был Уфгеймс Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok